привет всем друзья рад видеть вас на своем канале в этом видео будет небольшая такая распаковочка рыболовной катушки от магазина спиннинглайн все рыболовные товары я практически всегда заказывал с этого магазина потому что там как бы нормальные цены и частенько бывает акция бесплатная доставка то есть катушку это я давно хотел купить но как бы ее не было в наличии довольно долго а у них есть на сайте такая функция оповестить когда она появится на сайте и все я задал параметр в своем личном кабинете и когда катушки появились мне пришло сообщение на почту все я зашел в магазин и купил то есть то что хотел так по цене она мне обошлась 4 200 что я считаю очень даже нормально вот плюс бесплатная доставка город братск так давай давайте приступим вот такой вот пакетик я правда уже на почте скрыл проверил вот дальше идет вот такая катушку и коробка надо отдать должное спиннинглайн что упаковывают дополнительную упаковку потому что если бы была просто коробка отдельно наверняка бы ее помяли на почте все это было обмотано скотчем открываю коробку здесь лежит сама катушка и вот здесь вот поставили остатки вот скотча чтобы не болталась впрочем это не важно такая вот упаковочка в этой катушке многие жалуются что упало качество уриоби но и сейчас хочу просто посмотреть вам показать если там люфты присутствуют если еще что-то какие-то косяки ну а сравнивать ее буду вот с этой катушкой это аккума rtx 3000 которая стоит на порядок дороже это 4200 это я брал за 7000 ну вот будем с ней сравнивать по люфтам и по остальному значит что открываю здесь здесь у нас лежит накладная дальше в коробочке лежит сама катушка целлофанчики дальше вот такой вот пакетик с двумя регулировочными шайбами шайбы эти пластмассовые дальше здесь вот такой простенький мешочек для катушки это взрыв схема вот такая вот инструкция подробная и правда все на английском языке желательно конечно чтобы было на русском в принципе по картинкам и так наглядно что куда и зачем катушку это я выбирал для твичинга долго искал выбирал ну и как бы пришел к выводу что ничего лучше чем старая добрая эксия я не найду сейчас приближу чтобы лучше видно вот собственно сама катушка ручка такая вот вот мягкий хороший так здесь вот на лапке не знаю будет видно или нет написано как перевести правильно изготовлены и спроектированы в японии и здесь мелкими буквами такими чуть видными стоит серийный номер вот ну это означает что катушка оригинал и никакая не подделка ну опять же как бы я доверяю спиннинг-лайн что там продаются нормальные вещи а не подделки вот ну если сравнивать по размеру например у меня есть старая экусина которая отработала больше десяти лет она я сейчас строю в принципе вот это двухтысячный размер ну как мы видим вот практически все одно и то же за исключением диаметра шпули шпуля на трехтысячный больше а вот сам механизм размер размер вот у меня такое впечатление что прямо один в один ну шпуля здесь такая довольно таки глубокая да кстати забыл сказать шнур будет здесь стоять вот такой вот монстр от себя кнайт двадцатилюбровый не знаю ну купил тоже по отзывам ни разу такой не использовал не знаю возможно будет хороший шнур не знаю поживем увидим вот ну и сейчас хотелось бы пробежать по сейчас еще сильнее приближу чтобы было лучше видно по люфтам значит люфт ротора как бы практически отсутствует вообще буквально там что то есть я не знаю практически нету так люфт вот этот вот смотрим вот в таком диапазоне люфтит но опять же взять если вот эту катушку более дорогом ценовом сегменте она так же люфтит и это было все так же с момента покупки так же будет люфтеть например и Кусима ну практически такой же люфт вот кстати за столько времени практически он не увеличился что говорит в действительности действительно о неубиваемости вот этих катушек и обиски вот у меня вот есть например еще вот такая катушка шамановский негсеев ну здесь вот кстати этот люфт минимален вообще дальше пойдем люфт ручки нету нету вообще нет люфта практически но там что-то чуть-чуть вот ну и осевой ну буквально все в пределах нормы я считаю что очень достойно очень практически нет люфта даже если вот например возьмем rtx аккумовский здесь люфт сейчас фокусируется так здесь люфт вот здесь люфт присутствует гораздо больше и вот радиальный люфт он в два раза больше чем на риобе и это так было снова у нее он как бы не увеличился он такой и остался как был но снова вот такой люфт был вот кноп кноп вот такой вот формы кому-то удобно но мне больше нравится вот такой вот какой укусимы у меня в руке такой лежит ну мне удобнее таким пользоваться кстати вот на rtx он вот такого вот плана но надо скажу вам точно привыкать поначалу как бы совсем не понравился потом со временем как бы рука привыкла но все равно вот такие вот как вот на шимановском не ксееве ручки вот такие вот такого плана я считаю самые удобные ну для меня лично мое такое мнение субъективное что такие ручки самые удобные и кстати на двухтысячных и тысячных сериях этой катушки здесь стоят вот именно такие ручки а на трехтысячных и четырехтысячных ручка идет уже вот такая больше может быть это связано то что предполагается большая нагрузка но возможно не знаю душка лесоукладывателя упругая упругая такая работает вообще без нареканий ну и здесь практически нет люфтов никаких не знаю почему люди жалуются что там качество упало вот но по крайней мере на первый взгляд все хорошо с катушкой не знаю хороший ход мягкий переключатель задний довольно таки жесткий может со временем разработается вот конструкция этой ручки с одной стороны конечно удобно то что кнопка складывается но со временем со временем здесь появляется люфт я вам сейчас покажу как вот на кусинке вот на этой так давай фокусируйся вот я сейчас продемонстрирую вот ну здесь вот разбивается но не разбивается или стирается оно увеличивается расстояние между вот этими деталями и вот так начинает люфтить но опять же я скажу что этой катушке 10 лет может быть даже больше не знаю что только я с ней не делал сейчас она у меня вообще стоит на фидере приходится корчевать такие веса огромные ну и до сих пор короче работает катушка вот я не знаю как отработает эксия но эта кусинка вот эта она я не знаю она себя оправдала не знаю на тысячу процентов единственное только что вот у нее есть проблем сейчас которые возникли это вот вот износился вот этот механизм дужки лесоукладывателя она как бы до сих пор работает нормально он с щелчком фиксируется но появился вот такой вот люфт вот 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 не знаю можно это исправить или нет но попытаюсь но по крайней мере она сейчас у меня стоит на фидере и свои задачи выполняет на все сто вот 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 думаю что эксия будет служить мне верой и правдой точно так же вот вот здесь кстати состоит такой вот закрытый ролик лесоукладывателя вот легкий бархатный никаких заеданий нету шумок посторонних я не вижу люфтов особых я тоже не вижу давайте посмотрим что у нее находится под шпулей открутим гайку вот так вот выглядит здесь снимаем шпулю по умолчанию здесь стоит две прокладочки пластмассовых одна толстая одна потоньше буду наматывать шнур уже потом можно будет подкорректировать убрать или добавить вот фрикцион мягкий он мягкий что у алексей и что укусимы чувствуется даже по звуку здесь например на них серии такие щелчки с большим шагом скажем так на ртx но тоже чем-то фрикцион похож на миксеревский здесь как-то он помягче работает вот короче такой вот обзорчик катушка и на первый взгляд я не разочарован скажу честно боялся что действительно стали делать плохо люфты и все такое ничего подобного я здесь не обнаружил на первый взгляд катушка мне устраивает все мягкостью хода и работы дужки лесокладывателя все четко фиксируется все нормально ну а остальное покажет эксплуатация вот такой вот был небольшой обзорчик на эту проверенного временем катушечку кому было интересно буду очень рад ставьте лайки и дизлайки обычно спасибо спиннинг-лайн за качественный товар ну вот на этом в общем то и все всем пока до новых встреч хороших вам рыбалок